Всем привет, и это еще одно необычное прохождение по вашим же заявкам. Летом 2020 года у меня выходил ролик «Можно ли пройти Dying Light с самой первой трубой?» Ну, примерно отсюда идут истоки. Если вы не смотрели этот ролик, то подсказка будет вверху справа на экране. Так вот, я знаю, что практически за 9 лет вы кучу раз перепроходили третий Far Cry. Кто-то из вас просто копил на одно единственное оружие, с которым бегал всю игру. Вы занимались охотой, крафтили кобуру для того, чтобы носить 4 вида вооружений, цепляли кучу модулей, или же просто стягивали вооружение со всех пиратов, которые попадаются вам на пути. Но вы никогда не задумывались над тем, чтобы пройти игру с самым первым оружием. С оружием, которое вводит вас в курс всех событий игры. С оружием, благодаря которому вы убиваете своих самых первых кабанов. С оружием, с которым вы набрасываетесь на своих самых первых противников. Ну или же вы просто выражаете респект Деннису за то, что подарил вам эти несчастные 60 баксов, и вы прошли с ними всю игру от начала и до конца, тем самым доказав ему, что он для вас не пустое место в сюжете этой игры. Короче, добро пожаловать на прохождение Far Cry 3 с самым первым пистолетом Colt M19-11. Итак, тема такая. Вообще, у меня есть еще две темы по необычному прохождению третьего Far Cry, и одна из них, конечно же, это пацифист, что будет невероятно сложной задачей. Давайте сделаем так. Если этот видеоролик наберет хотя бы 10 тысяч лайков, то я постараюсь уже в апреле выпустить ролик с еще одним необычным прохождением третьего Far Cry. Поэтому проверьте подписку на этот канал, а также проверьте колокольчик, чтобы он у вас был включен. Ну и так как один из способов я проспойлерил, то можете в комментариях погадать второй способ, про который я только что говорил. Конечно же, по традиции мы начнем с условий данного прохождения, а также с тем, что я пропускаю обучение. Ну, потому что там нужно будет убить противника с помощью мачете, и ты никак от этого не отвяжешься, хотя, с другой стороны, это пролог. В общем, обучение чаще всего мы пропускаем. Итак, цель. Получить 60 баксов от Денниса, купить Colt M19-11 и пройти с ним абсолютно всю игру. Но в остальном, в принципе, все, хотя нет. Этот челлендж я воспринял всерьез. То есть, абсолютно все убийства, которые я делал, будут выполнены только с кольта. Никаких тейкдаунов, никаких убийств сверху, снизу. Короче, мачете полностью удаляется из этой игры. И такая же речь про мины и С4. И, в общем-то, пока вы смотрели на такое своеобразное обучение, мы уже с вами переходим к непосредственному геймплею. Итак, первое, что следует уяснить, M19-11 отвратительнейшее оружие. Да, у него всего лишь полторы звезды в магазине. Да, на него нельзя поставить стоковые модули. И общее количество боеприпасов равно, кажется, 32. Что не мешает мне в самом начале захватить первый же аванпост и понять то, что стрельба по головам, это тоже довольно сложная штука. Пираты в третьем фарике постоянно двигаются. И нужно аккуратно выбирать момент, когда произвести выстрел. Ну и знаете, есть в третьем фар-крайе такие миссии, типа грибов доктора Энхарта, когда вообще ничего не нужно делать. Вот такие миссии я, наверное, буду пропускать в повествовании. Поскольку общего количества боеприпасов не так уж и много, а пираты очень резкие, да при том еще и носят броню, которая неплохо так поглощает весь урон от кольта, нужно постоянно дозаряжаться перед выполнением каждого задания. И первым из таких становится зов медузы. В этом задании нужно было разобраться с тремя командирами и облутать их, после чего мы могли подняться на сам корабль. Только вот проблема была в том, что это стелс-миссия. Стоит вам это дело запороть, ты начинаешь с контрольной точки. Так как я выпилил полностью из своего инвентаря мачете, я должен был пользоваться именно кольтом. Но, как вы понимаете, глушитель не предусмотрен. Я не ставил никаких дополнительных модификаций и проходил фар-край на стоковой версии. Но здесь есть одна очень интересная тема. После убийства каждого командира происходит контрольная точка. А это означает, что если вы убили одного с того же кольта, залутали его тело, при этом успели это сделать, то игра засчитает этого командира уже как мертвого при загрузке с контрольной точки. То есть, таким образом, можно убивать командиров по одному, успевать их лутать, получать контрольную точку, а затем получать провал задания. Таким образом, миссия на Медузе будет вполне успешно выполнена, поскольку в конце нужно будет просто разобраться с остатками подкрепления пиратов. И перед тем, как забраться в пиратскую бухту, нужно будет устроить небольшой саботаж. Некоторые задания, такие как вот это, которое вы сейчас видите на своем экране, проходятся по одному и тому же сценарию. То есть, ты просто игнорируешь всех противников, вырубаешь тревогу, а затем выполняешь непосредственную задачу и сваливаешь как можно дальше. В общем-то, да, зачем тратить дополнительные боеприпасы, если можно сделать все гораздо проще. Итак, пиратская бухта. Первая миссия, с которой у меня действительно появилась трудность. Но, во-первых, охраны здесь будет очень много, и точно так же нужно будет найти командира. Стригерите ли вы тревогу, это по сути не важно. Начал я расправляться с этими пиратами, пытался выцеливать головы, как потом обнаружил, что патронов-то у меня категорически не хватает. И довольно поздно я над этим задумался, несмотря на то, что в будках местных находится дополнительное вооружение, а забегая в пещеру, можно опять же пробегать всех противников, правда делать это нужно весьма аккуратно, иначе можно и помереть. В этом случае мне просто повезло, ведь добежав до последней комнаты, активируется катсцена, в ходе которой Джейсон спасает Лизу, и мы переходим к моменту с погоней. Да, кстати, немного боеприпасов все равно потребуется, когда будете стрелять по трубам. Это важно. А теперь ваша любимая рубрика топ-10 вещей, о которых ты не знал, Far Cry 3 2021 XD... Вау. Короче, в моменте с погоней есть такая интересная тема. Во-первых, я накрафтил себе хилок и взял вот этот вот самый гранатомет, с которым и нужно проводить все задания. Однако, знали вы или нет, но если нажать на кнопку смены оружия, то Джейсон достанет М1911, да-да, именно тот самый, и в нем будет бесконечность боеприпасов. И вообще, этот сегмент довольно простой, поскольку иногда противники могут просто врезаться в какой-нибудь камень и взорваться с ничего. То есть, пользуясь М1911, в большинстве своем вы просто едете и хилитесь до момента, когда мы пересаживаемся уже на пассажирское. А здесь, кстати, стандартный момент, потому что игра и сама выдаст М1911. Ну, в общем, как в плане прохождения миссия не особо увлекательная, так и в плане самой погони. Ведь с транспортными средствами можно придумать экшен куда жестче и интереснее. К примеру, как в Crossout. Ведь в этой игре, благодаря самолично построенному бронемобилю, можно сокрушить тонны своих оппонентов. Используя сотни различных видов пушек, колес и уникальных приспособлений. Арсенал включает в себя как орудия дальнего боя, вроде лазерных пушек и миниганов, так и ближнего, по типу огнеметов, копий со взрывчаткой и гарпунов. Да и в геймплейном плане игра идеально подойдет под твой индивидуальный стиль. Можно создать легкий маневренный транспорт с невидимостью или огромный неубиваемый танк с дополнительным боезапасом. Расправляйся с другими игроками в драйвовых и смертельных битвах. Играй вместе с командой, а лучше создай клан и участвуй в турнирах. За победы ты получишь уникальные детали для улучшения старой машины или создания новой. В общем, качай Crossout бесплатно по моей ссылке в описании и получай крутые бонусы. Желаю хорошей игры. И вот так быстро закончилась первая часть геймплея. Итак, после того, как я побеседовал с Цитрой, пришло время прокачки навыков. Так как Мачете я не пользуюсь, я решил полностью вложиться в навыки, влияющие на выживание Джейсона. Именно поэтому я взял себе побольше шкал здоровья, также пассивное восстановление ХП. Восстановление без шприцов, восстановление шприцами большего количества здоровья. Ну, в общем, вы поняли. Итак, следующее задание оказалось довольно сложным. После того, как мы с вами обнаружили Соупа Мактавиша, пришло время разобраться с полями пиратов. Но вот, к сожалению, основная часть оказалась довольно проблематичной, потому что здесь нужно было сжечь именно 7 полей. 2 в начале и 5 последних. Первые 2 поля сжигаются вполне просто. Рядом находятся бочки, которые достаточно подорвать и начнется пожар. Ну, на крайняк, конечно, можно кинуть 1 коктейль молотова, просто почему бы и нет. Самое главное для меня было удостовериться то, что сначала я убиваю пиратов, и только потом я кидаю коктейль молотов для того, чтобы сжечь это дело. Во втором моменте, когда нужно сжечь 5 полей, в принципе-то я тоже думал, что все будет довольно просто до поры до времени. Бочки хоть и располагаются рядом с этими плантациями, но, знаете, иногда они покрывают минимальную область, которая нужна для выполнения задания. А значит, нужен дополнительный огонь для того, чтобы поле сгорело полностью. В этом случае мне пришлось даже перезапуститься, потому что по стандарту было только 2 коктейля молотовых, а на всей этой локации я нашел только 1. Таким образом, у меня было только 3 коктейля молотова для того, чтобы выполнить это задание. Да, я не побеспокоился по поводу сумок, бочки, кстати, не двигаются в этом моменте, я пытался их хоть немного поддеть, но, к сожалению, приколочены, но уж извините. Ну хорошо, спавн пиратов в этом случае бесконечный, то есть куда вы не пойдете, пираты будут кругом, поэтому нужно аккуратно отводить их в одну сторону, поджигать, а затем бежать уже в другую. И, кстати, 3 из 5 плантаций, в принципе, поджигаются с помощью бочки, вам ничего не приходится делать, то есть просто бегать туда-сюда, лутать боеприпасы и искать коктейли молотова, если они здесь существуют. Далее идет интересный момент для того, чтобы сжечь пятую плантацию, нужно сначала добежать до пристани и побеспокоиться за то, чтобы все пираты на ней были убиты, а именно только 2. Самое главное будет находиться в лодке, поскольку с кольта, ну, вряд ли ты уничтожишь эту баржу, а это в конце, кстати, придется сделать. Поэтому, если на ней никого не будет, и мы просто возьмем РПГ и уничтожим ее в конце, будет ведь гораздо проще, правда? В общем-то, так я и поступил, в итоге что у нас получилось? Уже второй случай, когда я не побеспокоился о сумках, но, поверьте, это далеко не последний случай. То есть, как видите, игра все же создает некоторые условности, когда вам приходится использовать другое оружие, но, тем не менее, разрешает разобраться со всеми противниками, используя свое первоначальное вооружение. Итак, задание с Ронго оказалось более-менее проблематичным, потому что его постоянно убивали, то есть проблема была далеко не в боеприпасах. Вы их можете увидеть на каждом шагу, эти ящики находятся в деревне буквально через каждый дом. Самое сложное было отвлечь огонь пиратов на себя, для того, чтобы Ронго не умер, поскольку где-то 2-3 выстрела и нашего товарища больше нету. Ну и, во-вторых, во время обороны я разработал классную тактику, вместо того, чтобы целиться в противников, я просто залез наверх, навел прицел и ждал, когда противник сюда подойдет. Таким образом, пока тупые противники рашат Б, я просто принимаю их, вот как-то так. И вот, наконец-то, появилось то самое задание, которого я и опасался, это спасение Оливера, и здесь есть такая довольно серьезная проблема. Ну, прибываете вы, убиваете двух пиратов, все нормально, затем подходите к выступу. Это напоминает мне миссию по собственному желанию в Modern Warfare 2, то есть в этом случае снайперская винтовка это действительно ключ к выполнению всей миссии. Я пытался стрелять в воздух для того, чтобы Оливер взял калаш, это не помогло. Затем я убивал первого охранника, но Оливер так и не может за себя постоять, поэтому здесь всю работу придется делать Джейсону. Именно поэтому я до сих пор не выпустил ролик по игровому пацифисту. Вы не представляете, сколько человек Джейсон убивает во время сюжета, и ты это просто никак не можешь обойти. Я, кстати, даже пытался поменять оружие, как в случае с погоней, да, но здесь оно не меняется никак. Короче, ты полностью приклеен к снайперской винтовке, а Оливер, ну, это Оливер, он как бы ничего не может. Поэтому здесь мы с вами столкнулись с первой технической условностью, когда мы просто не можем поменять оружие. Мы запишем это в отдельную копилку, однако, конечно, само прохождение продолжается, поскольку помимо технической условности мы с вами тестим еще и игровую, то есть можно ли это сделать, когда наши руки свободны, и мы можем выбирать все, что хотим. Затем начинается длительная погоня, в ходе которой, опять же, Джейсон находится за пулеметом и не может с него слезть. Кстати, рубрика снова возвращается топ-10, да, блин, мне лень этот текст добавлять. В этом случае можно просто хилиться, и знаете, что самое забавное? Вертолет упадет самостоятельно, хотя Джейсон крикнет, что он по нему попал. А в случае с лодкой, да, с ней ничего не случится, просто запустится дополнительная катсцена. Итак, Оливер спасен, остался только Кит и Райли. Собственно, с Закитом мы с вами идем. Итак, задание с вашим любимым ножиком. Итак, прежде чем выполнять это непотребство, я все-таки решил, что патроны мне понадобятся, поскольку, начиная именно с этого момента, появятся Джиггернауты, а так как от Мачете я отказываюсь, я должен быть уверен, что мне хватит боеприпасов для того, чтобы выстоять против двух, которые находятся на корабле. Соответственно, я побежал открывать радиовышки для того, чтобы обнаружить локацию с кабанами. Именно шкура двух кабанов понадобится для изготовления малого чехла для боеприпасов. Аналогично я поохотился на Баффало для того, чтобы раздобыть средний чехол, и, в принципе, этого мне вполне хватило. Ну и получается, вместо 32 я теперь мог держать в своем арсенале 56 патронов кольту. Вау, как много! Просто обосраться. Противники, кстати, прокачались. Например, для того, чтобы проникнуть на этот корабль, мне пришлось приложить немало так усилий, и подождать, когда они хоть немного перегруппируются. Потратив около половины боеприпасов, наконец-то появился Джиггернаут. И чего я так боялся, я не понимаю. Ведь самое главное, это просто заставить его повернуться к тебе спиной и один раз выстрелить в затылок. Вы не поверите, но с оружием, у которого полторы звезды, можно ваншоты Джиггернаута. Правда, только с пулеметом. Но об этом чуть позже. Залезаем внутрь, конечно же, стелс нарушается, и в конце второй босс, опять тот же самый Джиггернаут. В общем, разводим его таким же способом и затапливаем помещение. Кстати, в моменте с QTE, а я, кстати, совсем забыл о них упомянуть. Ну, QTE в данном случае считать как-то даже странно. Ну, поскольку они случаются, их не обойти. Хотя, например, в этом случае Джейсон даже не режет противника, а просто отталкивает. Ну, в общем, такие дела. Путешествие делится на три этапа. В первом, люди ВАСа будут контролировать проход, по которому нужно добраться до части компаса. Но в этом случае можно просто пробежать мимо них, активировать взрыв, а затем пострелять по сухим веткам для того, чтобы вода в пещере поднялась, и мы могли спокойно добраться до конца. Итак, пещера номер два. Еще больше противников в броне и немного снайперов. Вот, кстати, здесь ситуация уже была немного иной. К примеру, для того, чтобы обойти снайперов, необходимо было бежать напролом до какого-нибудь угла, а потом получить коктейль молотого себе в лицо. Ну и пытаться зарашить комнату, добежать до контрольной точки и просто перезагрузиться. Ну или же слить Джейсона, поскольку в этом случае противники сзади просто не появятся. Благо, так как мы штурмуем укрепление пиратов, количество боеприпасов не имеет значения, ящиков у них будет в пещере достаточно для того, чтобы пополниться. Ну и третья пещера — это настоящий ад. В моменте с тросом нужно было раскидать всех противников, которые были внизу. В противном случае они просто застрелят вас, и ничего с этим не поделаешь. Благо, расстояния в этом случае хватает, только нужно выцеливать голову аккуратно, а еще иногда противники стреляли через стены. Итак, забираем кинжал, собственно, протыкаем им нашего любимого бака и забираем кита. Остается только Райли. Ну что ж, засада на БТР. Довольно сложное задание, а собственно, почему? С вышки мы можем слезть в тот момент, когда совершится сама засада. Кстати, С4 в этом случае подрывает не Джейсон, только вот противниками в этот раз оказываются не пираты Васса, а люди Хойта. И если вы подойдете к ним в упор, то они просто вас уничтожат, а единственное, чем вы пользуетесь, это хреновым кольтом. Кстати, вот лишний раз убеждаюсь в том, что чем больше урона и меньше защиты в челлендже, тем легче проходить. Нафиг нужна эта защита, если дамаг у вас практически равен нулю. Короче, после убийства нескольких групп противников, БТР наконец-то начинает свое движение, и мы с вами забираемся в следующее задание. Так как в этом случае у нас появляется Васс, который отправляет нас на дно данной пещеры, оружия в этом случае, естественно, у нас нету, кроме Мачете. Но так как я полностью вычеркнул его из этого челленджа, то нужно просто бежать на пролом, хилиться под мостом, и затем, главное, добраться до вертолета. И, кстати, ни в коем случае не стрелять с М-1911, поскольку, так, подожди, это не оружие Денниса, это какой-то новый кольт, мне такой не требуется. Ну и после всего прочего, нужно у пиратов отжать тот самый кольт, который подарил нам Деннис, и далее будет еще один технический момент, в котором оружие у нас отбирают. Я говорю про бой с чернильным монстром. Но, по сути, это просто трип Джейсона, поэтому я бы даже не стал это относить к технической части, поэтому все еще останется счет 1-0 в пользу заскриптованной снайперской винтовки. Ну что ж, пришла очередь ВАСа. Если вы подумаете, что я сейчас опять буду распинаться о сложности, то, по сути, нет. Во-первых, есть Тигр, который находится в клетке, если что, он вам поможет. Во-вторых, противники особых проблем не доставляют. Просто целимся по головам, и затем добегаем до ВАСа. Кстати, в случае, когда в трипе Джейсон будет с Вектором, я даже решил просто напролом добежать до нашей главной цели, и, на удивление, это помогло. Но хотя, да, это очередной трип, и да, это очередной тейкдаун, но... QTE. Ну вы понимаете. Да, и ладно, комментарии открыты. Если кто захочет докопаться, докопайтесь. Но и остается только Хойт Волкер. Итак, в первую очередь, нужно спасти Уиллиса, который попадает в Аламо. Ящик с боеприпасами постоянно взрывали. Это было единственное, откуда я мог получать дополнительные боеприпасы к Альту, но действительно, в двух из трех случаев противники постоянно это дело подрывали. Плюсом, если вы умудритесь помереть, то вам придется снова атаковать противников со всех сторон. И знаете, что самое смешное? Вам придется молиться, чтобы Уиллис постоянно был жив. Так как, если первых пиратов еще плюс-минус получается раскидать, а затем пополнить боеприпасы, то затем появляются три Джиггернаута, и в этот раз обойти их спину будет проблематично. Я решил атаковать их в лоб, что было, конечно, не совсем нормальным, но да ладно. Уиллис кое-как прятался за ящиками, что позволяло мне разряжать в них всю обойму, уходить, хилиться за самолет, а затем продолжать это действие. В общем, такими темпами я просто сбивал им шлемаки, а затем делал последний контрольный выстрел. И я считаю, что это самое красивое завершение данного задания, потому что посмотрите на количество боеприпасов, когда я расправляюсь с последним Джиггернаутом. Если не это самое крутое, что вы видели в третьем фарике, тогда я не знаю что. На эту миссию я потратил около 25 минут времени, и да, не повторяйте, это было очень проблематично. Хотя, если учесть тот факт, что я ходил со средним чехлом для боеприпасов, а я мог сделать еще два, короче, я сам себе заруинил часть этого прохождения, ну ладно, неважно. Итак, проникаем на остров Хойта и не убиваем противников, просто свистнем у них грузовик, и все будет норм. Далее, тупо скучное задание, в ходе которого нужно переодеться Фостера. Без тейкдауна здесь не обойдешься. Счет 2-0 в пользу заскриптованности игры. Кстати, следующее задание полностью копирует зов Медузы, однако в этом случае, если вы нарушите тревогу, то ничего страшного. Убиваем капитанов, забираем с них данные, затем направляемся к Сэму для разминирования взрывчатки. Опять же, патронов вам хватит, боеприпасы валяются постоянно, и теперь самый интересный момент, это бомба номер 3. Пока Сэм разминирует взрывчатку, протянки сюда не подойдут, а это значит, что прямо с этой теплицы вы можете расстреливать всех рядовых пиратов, ну и в конце разобраться с Джиггернаутом. Правда, в этот раз придется снова в рожу стрелять, но тут уж как повезет. Но еще одной проблемой будет вертолет, скажете вы, а кто сказал, что его вообще нужно сбивать с пулемета? Достаточно просто оставить боеприпасов 15 и целиться в самого пилота. Кстати, у меня это получилось сделать с первого раза, вертолет падает, и задание на этом пройдено. Как будто ни было, пистолет Денниса до сих пор еще в действии. До поры до времени. И вот это самое задание, ключевое в данном прохождении. Появляются предатели, мы делаем фотографию, затем нужно уничтожить транспортное средство, на котором они могут уехать. Я пытался добежать до моста, но мне просто не хватало времени. Я пытался занять выгодную позицию для того, чтобы просто пострелять по главному этому предателю, но у меня было такое ощущение, как будто игра даже не регистрирует попадание. Может, дальности не хватает, хотя, мне кажется, дистанция не такая уж и серьезная. В общем, в этом случае, после перезапусков так 15, я понял, что вряд ли у меня получится пройти эту миссию, да и при том с пистолета так просто вряд ли уничтожишь этот джип, тем более, когда на это тебе дается 15 секунд. И вот оно, получается первая миссия, которую я действительно не смог пройти, используя самый первый пистолет. И в этом случае проблема даже не заскриптованности игры. Оружие-то как бы свободное у тебя. Хоть бери П-416, хоть бери РПГ и стреляй в воздух, да, какая разница, все равно ты должен выполнить задание так или иначе. Таким образом, просто слушаемся игру, ну а дальше вы понимаете. Однако, перед тем, как добраться до финала, у нас будет еще два задания. Первое, связанное со спутниковой тарелкой Хойта, но здесь довольно просто. Мы ставим взрывчатку и пытаемся убить тех противников до того, как они перегруппируются, поскольку если они это сделают, соответственно, смерти не избежать. Единственное, ящик с боеприпасами позволит получить нужное количество патронов и расправиться с противниками, пока не появится Сэм, и вы не уничтожите тарелку. В этом случае, кстати, взрывом никого не задевает, что очень хорошо. Ну и задание с подрывом топливной системы, и здесь как раз появляется второй случай, о котором я говорил, наверное, в середине ролика, это джиггернауты. Если пулеметчику еще более-менее можно сбить шлемак, используя коль, то вот чуваку с огнеметом уже нет. Да, как бы я ни пытался, но это абсолютно ни к чему не приводило, поэтому в этом случае я просто оставил Сэма покурить и забегал, ставил взрывчатку, да и сваливал. То есть задание проходит из разряда не то чтобы даже ран-н-ган, а просто ран. Уничтожив всю систему, нужно было добраться до главной насосной, где Сэм устанавливает взрывчатку, а нам нужно бесконечно отбиваться от противников. И здесь я пострадал опять же от жадности, то что не скрафтил дополнительный чехол для боеприпасов, поскольку иногда они заканчивались не в самом удобном месте. Вертолетов здесь не будет, один-единственный высадит пехоту, да и в принципе сядет. За пулемет нужно встать только для того, чтобы Сэм наконец поехал на завершение задания и в общем-то все. А еще в этом задании нужно целиться очень аккуратно и очень точно, поскольку патроны бывают с катастрофической скоростью и я не заметил, чтобы рядом находился какой-нибудь ящик с боеприпасом. Такими темпами даже это задание проходится с самым первым пистолетом и остается последнее. Это убийство Хойта Волкера и конечно же спасение младшего брата по сюжету игры. Аэродром штурмовать не обязательно, можно просто добежать до той самой комнаты, где братаны находятся. Правда придется убить еще около 4 солдат, которые находятся на взлетной полосе, ну и затем счет 3-1 в пользу заскриптованности Фар Края, поскольку в этом случае придется использовать пулемет на вертолете для того, чтобы пройти миссию. В этом случае урон наносится не напрямую Джейсону, а именно транспортному средству. А вы знаете, что будет, если шкала опустится до нуля. Ну и все, финал и концовка. Конечно же, выбираем спасение друзей и на этом заканчиваем. Такими темпами я не смог как технически, так и в свободном состоянии пройти Фар Край 3 с самым первым пистолетом. Один-единственный момент это задание с предателями. Если бы не оно, то все было бы клево. Общее время прохождения вы прямо сейчас видите на своем экране и, как я и говорил, это был один из ваших заказов, который был оставлен аж месяцев 5 назад, наверное. Да, я знаю, что своевременно, но такой вот я человек. Ну что ж, а впереди у меня будет еще два необычных прохождения третьего Фар Края. Один из вариантов вы можете погадать в комментариях и один из них это игровой пацифист, но поверьте, это будет очень жестко. Да, капец, Деннис, конечно, неудачник. Дает 60 баксов для того, чтобы дать Джейсону кольтам 19.11. Тот проходит с ним всю игру, запарывается ближе к концу игры на задании с предателями, а затем Джейсон вообще подставляет Денниса, чтобы тот еще и убил Цитру. Блин, этот чувак реально неудачник. Вот мне жалко Денниса. Играл и комментировал это все дело Спектр. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про пальцы вверх и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно. Также чекните и другие ролики, которые сейчас появятся у вас на экране. И если вам нужно больше необычных прохождений, чекните плейлист внизу, слева вон он находится. Ну и не забывайте про спонсора данного ролика Игрушку Красаут. Скачать ее бесплатно можно по ссылке в описании. А на этом все. Всем желаю удачного дня и всем пока. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok